Кражи, насилие, распространение употребления наркотиков и даже убийства. В Находкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних сегодня отбывает наказание 46 подростков со всего Дальнего Востока. Несмотря на юный возраст, от 14 до 18 лет эти ребята преступники. Многие из них отсюда направятся во взрослые колонии. Но для сотрудников они дети, которых надо перевоспитать, многим вернуть веру в нормальную жизнь и выпустить на волю людьми, которые не совершат преступления вновь. Несмотря на то, что они преступили закон, они все еще остаются детьми. И все мероприятия им, конечно, интересны, потому что мы стараемся сделать не простую лекцию, а в виде диспута. То есть не просто прочитать им приказ, а обсудить его. То есть выслушать их мнение, рассказать, как это действует в норме права. Если физкультурно-спортивные, ну мальчишки, они всегда интересовались спортом. Здесь достаточно много спортивных мероприятий, и, конечно, там все интересно. Артему 18 лет. В феврале он освободится условно-досрочно. За примерное поведение, участие в общественной жизни, отличную учебу сегодня парень находится в колонии на льготных условиях. Живет не за решеткой в отряде, а в отдельном помещении. Может свободно передвигаться за пределами колонии и даже ходить в местный магазин. Вообще, начиная с детства, у меня нету отца. Я его даже не видел. Он бросил нас, когда мама была еще беременна. И всю жизнь меня мама растила одна. Ну, с моей бабушкой с дедушкой у нас отношения плохие, так что в основном мы живем вдвоем. Все время практически она проводила на работе, чтобы я мог ходить учиться, одеваться, кормить. И себе я особо дорогого ничего не мог позволить. И из-за этого я решил пойти на незаконный заработок, чтобы помочь маме, ну и себе. Ну, все это обернулось против меня. Я сейчас об этом очень сильно сожалею. И всем хочу сказать, что не надо вести незаконные деятельности. Многие здешние ребята только в колонии узнали, что такое нормальная жизнь, говорит местный психолог Анна Максакова. 99% подростков с трудной судьбой, пьющие родители, хроническое безденежье. Ребята поступают сюда не только несоциализированными. Многие с расстройствами психики. Некоторые не умеют даже читать и писать. Отсюда и преступления. Я получил тут образование. Пойду в строечную работу. Дальше больше моря. Какое образование получил? Слесарь, инструментальщик. Моря там. Приду машиной, дом, семья. Все как у людей, все будет нормально. Ну, я все уверен. Задача, которую ставят перед собой сотрудники, в первую очередь показать, что есть другая жизнь, где можно и нужно посещать школу, заниматься спортом, музыкой, шахматами. Даже оступившись в юности, впереди можно иметь большое будущее, уверяют своих подростков, учителя, воспитатели и психологи. Есть такие ребята, у которых все, в принципе, успешно складывается. Они выходят на свободу. Если тем более семья помогает и поддерживает, то, в принципе, есть все шансы успешно адаптироваться и хорошо устроить свою жизнь удачно. И такая воспитательная практика успешно работает. Лимит находкинской воспитательной колонии почти 500 человек. Еще 15 лет назад она была заполнена. Основной задачей нашего учреждения является адаптация несовершеннолетних. Поэтому колония называется не исправительная, а воспитательная, где целью является обучение воспитанников, получение ими первоначального профессионального образования, общего образования, чтобы в дальнейшем они более улучшены, адаптировались в обществе. Выйдя из колонии на свободу, эти ребята смогут устроиться на работу. Здесь они получают среднее профессиональное образование по 14 специальностям – штукатур, каменщик, электросварщик, пекарь, швея, раскрощик, маляр и многим другим, включая оператора ЭВМ. Исковерканное детство исправить нельзя, говорят сотрудники колонии, но перевоспитать малолетнего преступника и сделать его законопослушным гражданином вполне возможно. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.